Пожалуй, каждый помнит сыщика из мультфильма про бременских музыкантов. О нюх как у собаки, а глаз как у орла. Тех, кто способен в два счета отыскать даже прыщик на теле у слона, в реальной жизни называют следователями-криминалистами. Мелочи, нюансы, детали, следы и даже запахи. Все то, что невидимо обычному человеку, незаметным, неискушенным взглядом, это и есть работа следователя-криминалиста. Незримый мир у работы криминалистов остается за кадром. Но без этих специалистов сложно представить себе сам процесс расследования преступлений. Территория закона и я, Марина Комиссарова, на ваших экранах. Следователи расследуют дело, а вот доказательственную базу, которая ложится в основу обвинения, создают криминалисты. Вину человека, даже если он признался в совершении преступления, в любом случае надо доказать. А это выполняется с помощью улик и мельчайших следов. Эти следы как раз и ищут криминалисты. Эксперт-криминалист, основные его обязанности – это участие в качестве специалиста при осмотре места происшествия, обнаружение, фиксация, изъятие вещественных доказательств. И потом в качестве уже эксперта производство криминалистических экспертиз и исследований. То есть исследования, изъятых доказательств с места происшествия. При везти на место происшествия первым делом мы его отцепляем, исключаем проход на место происшествия посторонних лиц. Потом предварительная стадия осмотра, когда мы вместе со следователем определяемся, что же у нас произошло, пути подхода, отхода преступников, наличие каких-то следов, вещественных доказательств, видимых невооруженным глазом. После чего происходит уже так называемая динамическая стадия осмотра места происшествия, в ходе которой обстановка на месте происшествия фиксируется, документируется, изымается вещественные доказательства, применяются какие-то технические средства с целью выявления невидимых латентных следов, объектов. Их фиксация, сбор, упаковывание и закрепление всего документов. Традиционно на месте происшествия пытаемся отыскать следы рук, подзреваемых лиц, применяем дактилоскопические порошки. Если есть какие-то объекты, которые требуют исследования в лабораторных условиях, они заморятся целиком, и потом уже в лабораторных условиях исследуются, на них обнаружатся какие-либо следы. На месте происшествия применяются дальномеры, источники экспертного света, в каких-то случаях средства радиоразведки. То есть, тут такого алгоритма единого нету. Каждый раз приходится что-то по-новому делать. В каждом следственном управлении Следственного комитета России созданы и функционируют отделы криминалистики, в которых служат следователи и эксперты. Их деятельность направлена на организацию оперативного и качественного расследования преступлений, внедрение достижений науки и техники, разработку методики и тактики расследования преступлений отдельных видов, осуществление экспертной деятельности и много других полномочий. Иными словами, ежедневный кропотливый труд, который ведут эксперты-криминалисты, есть важная часть непростого следственного пути к раскрытию любого преступления. В настоящее время в отделе криминалистики Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области под руководством Виталия Бочкарева работают шесть сотрудников, в том числе три эксперта – полиграфолог, экономист и криминалист. В их распоряжении имеются передвижные криминалистические лаборатории для выезда на место происшествия, моторная лодка, современное оборудование и специальные средства. Это такой аппарат, который используется то же самое для выявления следов рук, но уже на объектах не таких удобных, как бутылка, стекло или что-то такое, а для изъятия следов, допустим, наружу, на чем-то еще. Давайте пройдем и вам покажем. Это самая цианокрилатная камера, которая позволяет выявлять следы рук на замасканных каких-то объектах, на металлических оружиях, ножах, впрочем. После того, как поместится этот объект, налили необходимые химикаты на обогреватель, я запускаю цикл, у нас пошел обрабатываться. Объект наш начал обрабатываться эфирно-цианокрилатных кислот. В результате обработки на металлические следы рук и белого налета, с которыми уже впоследствии я буду работать в рамках электроскопической экспертизы. Благодаря применению специальной техники в текущем году получены сведения, позволившие раскрыть почти три сотни преступлений. Как же это происходит? Криминалистам знакомы сотни, может быть, даже тысячи моделей самых разных преступлений. Оказываясь, на месте происшествия любой криминалист прежде всего моделирует некую схему, как мог действовать преступник, как могли разворачиваться события, обернувшиеся трагедией. И в зависимости от этой схемы приступают к поиску на месте, возможно, оставленных мельчайших следов. Сотрудники отдела часто выезжают на места совершения преступления для производства. Комплексы следственных действий первоначальных. Причем нередко такие выезды занимают период более суток. Соответственно, нам для работы на месте происшествия необходимы технические средства, которые мы располагаем на базе лаборатории, которые уже видели, но приспособлены для работы на месте происшествия. То есть, мы уже видели, например, цианокрылатую камеру для обнаружения следов рук. В данной лаборатории, которая создана на базе грузового автомобиля «Шарля Кодиак», есть портативный набор, который, в общем-то, представляет собой миниатюрную цианокрылатную. Ну, не камеру, а прибор. То есть, горелка, куда загружается порт социанокрылату, клеем. И воспламенитель. Набор форсов. Здесь же мы видим, например, чемодан для обнаружения и выделения следов наркотических средств. Лаборатории, в которых работают эксперты, оснащены всем необходимым. Но зачастую экспертизы необходимо проводить прямо на месте, срочно. Для таких случаев существует передвижная лаборатория. Мы можем на месте решиться с помощью такого комплекса путем подсоединения как проводного, так и безпроводного по каналу Bluetooth. В режиме материального времени можем изучить содержимое телефона. Включаем его и производим извлечение. Будни следователей и криминалистов. Напряженная, монотонная работа. Выезды на место преступлений. Скурпулезный сбор доказательств. Анализ материалов уголовных дел. Зачастую единственный путь – восстановить истину. Та работа, которую большинство из нас представляют как захватывающую детективную историю, и есть невидная на первый взгляд служба, опасная и трудная, о которой пелось в известной песне. С вами была программа «Территория закона». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok